Приветствую всех! Поздний вечер, но мы радуемся, радуемся очередному патчу. Большому, такому, серьезному. Множество изменений, карт в стандарте, на полях сражений и, конечно же, дуэли. Дуэли весьма, кстати, неожиданно у нас вышли, потому что вроде как бы какие-то анонсы по стандарту и по БГ они были. А про дуэли всегда умалчивается. Ну, по крайней мере, сейчас умалчивается. Но именно им мы и рады, в первую очередь. Разберем мы коротенько-коротенько стандарт, еще более коротко разберем БГ. Ну и вдумчиво и детально каждое изменение по дуэлям. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, ну и поехали! Итак, стандарт. Ну, гнол нас не интересует. Да, мы в первую очередь будем смотреть через то, что играет в дуэлях. Кладбище чуть-чуть играет, но в целом здесь изменения не так критичны. Не особо вот этот Грейфьярд что-то там демонстрирует. Вот квест Охотника на демонов тоже не особо популярный, как и грешный бренд. Не знаю, как он на английском. Это уже карта забанена. Ледяное наступление. Супер популярная карта Фрост ДК. Теперь она удешевляет следующее заклинание на единицу, а не на два. Все так же, я уверен, будет играться. Хотя, конечно, ослабили и хорошо. Потому что, конечно, Фрост ДК... Вообще, Фрост ДК много изменений по нему. И это здорово. Далее. Еще у нас Асталор. Тоже карта, которая очень популярна вообще везде. И в дуэлях в том числе. Все контроли его обожают. Ну, изменений у нас не так много на самом деле. Теперь у него... Если Жажда Манны из его первой версии была 4. Теперь Жажда Манны 5. Точно так же и у Пятерки. Раньше была 7 Жажда Манны. Теперь 8. Делали все то же самое. Все те же 5 брони добавляет. Ну и финальная фаза. Третья. Здесь уже именно изменения в боевом ключе. То есть, если раньше наносила 8. А если 10 Манны у нас, то наносила 16. Теперь наносит 7. И при 10 Манны 14. Все равно уверен, что карта никуда не денется. Асталор крепок. Асталор хорош в контроле. И какой-то условный Блад Дескнайт. С удовольствием ему будет класть. А если карта нерпится. Да, какая-то популярная карта нерпится. Но ее все равно играет. Значит, это очень хороший нерп. Произошел. Ну, у нас также были несколько забафанных. Теперь вот призывают 1-3 рыцаря с провокацией. Как тройка Анхоли, так и Кровавый за 8. Не думаю, что это сильно на что-то повлияет. Анхоли Френзи 2 Манны стоит. Тоже не думаю, что что-то будет важное. Ну и, в общем-то, всякое-всякое разное. Вот еще у нас Жрец, вот его нежить, как будто бы забафана. Но какой смысл ее особо играть, я пока не вижу. В дуэлях, по крайней мере. Дарк Хар, Дротир. Его вроде как играет, значит, Варлок. Ну, раньше играл, теперь будет играть. Да, почему бы и нет. Вообще, есть смысл поиграть Варлоком через вот нежить, через вот это воскрешение. У нас есть персонаж, который теперь 5 манны стоит. И вот такой вот нежить воскрешать. Чему бы и нет, потому что, опять же, мы можем получать постоянно карты из блока последнего дополнения. И они будут множиться-множиться. Не то, чтобы это очень сильно, но почему бы и нет. Далее. Есть еще интересные у нас изменения по огромной мудрости. В Аствиздом было 3, стало 2. Это, конечно, отличная карта получается. Особенно, если это еще удешевить. Да, представьте, представьте Саури на удешевление заклинаний. Вот. Ну, в общем-то, и до этого была довольно приятная за 3 манны. Теперь 2 манны вообще. И не думаю, что какое-то изменение будут именно с заклинаниями, которые, типа, трансформируются. Поэтому тройка особо не рассматриваю. Но вот именно раскопка, она интересная. Также есть еще и интересные карты у воина. Здесь, вон, добавили здоровье. Я не думаю, что это как-то повлияет. Здесь добавили здоровье. Тоже не думаю, что как-то повлияет. Сами карты интересные, но четко как-то не хотят они играть. Не хотят. Не вписываются никуда. Последний бой. По сути, переделали карту. Но тоже мало, чем она интересна. На пиратов изменения стоят на 2 меньше. На 2 меньше. Кстати, это достаточно... Да нет, я бы хотел сказать, что вроде как можно поиграть на пиратах. Но, конечно, нельзя поиграть на пиратах. Хотя, может быть... Все же, учитывая, что можно здесь раскапывать каюка, может, смайк, который всем пиратам дает рвок. Ну, вроде бы неплохо, но все равно это не так важно. Ну, и живой клинок тоже изменен незначительно. Поля сражений. Поля сражений я сразу так проскипаю. Единственное, что хочется отметить, что вроде как бы нужно было понерфить всю нежить. Ну, ее и понерфили. Забапали вон божественные щиты еще чуть-чуть. Хорошо, хорошо. Чего бы и нет. И дуэли. Самое-самое важное. Значит, спереди было запрещено. На самом деле, это за фронт. Здесь на фронт карта, которую использовал Бран через громострелов. Теперь она забанена. В целом, да, эта карта отмечалась, что достаточно сильна должна была, обязана была когда-то проявить себя в дуэлих. Вот она проявила себя на громостреле. Я думаю, она еще себя могла бы проявить и дальше. Но теперь вот она была уже забанена. Так, наверное, на английский перейдем. Значит, теперь изменение сил героя. Скординг, это способность Скарлетт. Стоило 2, стало единицу. Вообще, любое изменение с 2 до 1, это писец сильнейший изменение. Если раньше данную способность я вообще игнорировал, потому что раскопать какое-то существо, это несерьезно. Несерьезно, несерьезно, то теперь за единицу, в принципе, учитывая, что всевозможные есть ауры, которые там, ну, удешевляют, например, карт, которые не было в начале матча у вас в колоде, да, полученные какие-то карты, ну, там, на единицу. Это может быть полезно. Не скажу, что прям мега здорово, но попробовать стоит. Ту же самую Блад Скарлетт, почему бы нет, почему бы не с этой способностью. Может быть, очень неплохо. Или Дарри Страйк, Охотник на демонов. Это у нас вот эта вот третья способность, самая популярная в последнее время. Через реликвию она играла. Может быть, теперь не только через реликвию поиграет. Вообще, способность достаточно сильная, хотя она, вроде как бы, всегда ответная. В этом ее главное слабость. Ты ее просто так, этих ребят, на стол не достанешь. Вот. Ну, да, улучшение, улучшение в два раза. Одно стало дешевле. Здорово. Возможно, Охотник на демонов, может быть, не через реликвию вернется, может быть, через что-то другое. Да, вот. У нее же есть множество всевозможных существ, которые там усиляются, или удешевляются заклинания, которые, чем больше умерло у вас. Вот. Жанглеры, может быть. Далее. Значит, Харвист Тайм, Друид. Стало три маны. Было две, стало три. Третья способность, наиболее популярная сейчас, говорит, это убийство. Это полное убийство Друиды. Он теперь играть не будет. Ну, имеется вот такое. Потому что, конечно же, ты хочешь играть в темпах, и, ну, что-то какой-то нафиг темп сделаешь за три маны. Слишком, слишком дорого. Просто шаркс у мага. Это его третья способность. Вот это вот. Ну, она как бы была единица. Ее зачем-то сделали два, да? Ее уже, я не знаю, на моей памяти, какой-то шестой раз, пятый раз меняют. Плюс-минус. Ну, вот снова сделали единицу. Ну, да. Хорошо. Маг не популярен. И... Ну, там даже не делал способности. Ну, типа, ну да, ее... Ну, теперь будут, конечно, брать иногда. Но не то, чтобы это прям много что-то поменяет, честно сказать. Типа, вернется в прост маг? Не знаю, непонятно. Там по блокам как пойдет. Ну, может быть, можно попробовать. Да, я в целом играл разочек фрост магом. Таким вот старым, который там через способность, который замораживает, замораживает, который вот это через дна прииграет. Там скелетики, хорошее заклинание льда. Вот такой, средненький был. Ну, чуть лучше станет. Но я все равно не думаю, что он прям вернется к своей мощи, которая у него была. Да, на его рассвете. И Калтуме оф Мэднес, жреца, теперь стоит тоже единицу. Но это... Это, конечно, ребят, это дичь. Червежрец становится имбой дуэли. Я практически в этом не сомневаюсь. Просто потому, что я многое рассуждал над этой способностью. И... Два, это слишком дорого. Но один для нее это гиперсильно. Все почему? Если вы ходите первый, то вы не можете сразу поражать способность. Теперь же можете. И вы сразу достаете червя, который сразу начинает высасывать жизни у противника. На которого можно сразу кидать забафы. И прочее, 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 прочее. Жреца, куча забафов. Но два, это было слишком дорого. Единица, это... Это суперсильно. Учитывая, особенно, если еще ауру поймать, которая удешевляет на единицу и дает два раза использовать. Или ауру, которая позволяет еще раз использовать заклинание. После... Еще раз разыгрывать... Использовать способность после розыгрыша заклинаний. Если вот это все словить, червей, конечно, можно будет ими спамить. И да, учитывая, что вроде как бы сейчас не сказать, что против стола сильны будут противники. Да, есть Рено, но Рено не то чтобы мега популярный. Есть рыцарь смерти Фрост, который очень просто этот самый стол контрит за счет своей ледяной ауры. Но ауру нерфит. И, соответственно, рыцарь смерти ледяных будет намного меньше. Короче, я думаю, что имба данного патча, это будет жрец на третьей способности. Обязательно им попробуем. Может быть, что-нибудь у него как-нибудь с аурами будет не складываться. Или там с блоками. Но я постараюсь что-нибудь придумать, чтобы он прям вообще раскрыл себя. Уверен, что двенашки сейчас на нем пойдут. Ладно, далее. Всего одно изменение пассивных сокровищ. Это изменение вот этой ауры первого уровня, которая добавляла два урона к заклинаниям льда. Теперь это добавляет единицу урона. Честно говоря, мне не очень нравится это изменение. Потому что все ауры, они как были по два, так и остались. Но вот единственный лед. Лед теперь у нас почему-то один будет. Да, вроде как бы напрямо сейчас оно нужно, потому что всех заколебали ФРОСДК. Но в целом, не знаю, могли бы что-то получше придумать. Не настолько топорные изменения. Это прям топорные изменения. В любом случае положительно, что ФРОСДК не будет уже так много. Теперь пошли по изменениям сигнатурных сокровищ. Очень их много. Хотя большинство крайне сомнительные. Итак. Акс. Первое изменение. То, о чем я говорил прям с самого-самого начала, когда я увидел это оружие. Сразу сказал, что его обязаны будут понервить. Ну, наверное, не я один такой умный. Если раньше было 5-2, станет 3-2. Что, конечно, существенно. Минус 4 урона, по сути, сразу. И дальше у нас было 2-5, станет 2-3. То есть, первый ход вы наносите 3. Второй ход вы наносите 5. Третий ход вы наносите 4. В общей сложности у нас получается еще 12 урона вместо 20. Серьезно. Ну и зомби теперь призывает 3 вместо 4. Но это, наверное, самые незначительные. Хотя тоже полезные. Потому что куча всевозможных сокровищ, которые взаимодействуют с количеством существ на столе. Поэтому, да, тоже серьезно. Ну, что сказать. Здорово, здорово. Потому что, опять же, у рыцаря смерти, у Сая, довольно много интересных сокровищ. По крайней мере, вот Гуля. Интересные же сокровищ. Но особо им никто не играет, потому что с лишним сильный был топор. Теперь не будет. Ладно, далее. Кримсон. Кримсон это у Скарлетт. Сокровища. Undead Beast. 1-1 за единицу. Станет 2-2 за единицу. Ничего не поменяется. Это все тоже ерунда. Далее. Меч. Охотника на демонов. Был 5 ман. Это тоже меч, который был 4 маны, стал 5 маны. Вот теперь снова 4 маны. Улучшающийся постепенно с каждой игрой следующий. Полезный достаточно меч. Не сказать, что имбовый. Ну так. Ну так. Да, полезный. Этот меч создан для того, чтобы играть темп. И вроде как бы удешевление на единицу это всегда полезно. Но не такое сильное. Мы же с этим играли. Сокровища Друида. Academic Research. Было 3 маны, станет 2 маны. Вы получаете 1 пустой кристалл маны. Улучшается за каждое убитое существо. Ваше. Да кому оно, в общем-то, нужно? Да, 2 маны. Но оно совершенно бессмысленно, если вы его поймали уже на ходу на 6-ом, на 7-ом. Просто бессмысленно. Поэтому это просто плохое сокровище. Оно было хорошее, когда давало полные кристаллы маны. Когда оно дает пустые кристаллы маны, оно никому не нужно. Оно не будет нужно и сейчас. Рог. Был 4 маны, стал 3 маны. Это у Друида. Сокровище. Вот так вот оно выглядит. После того, как вы разыгрываете зверя, призывает опию, и вы теряете единицу прочности. Кстати, достаточно интересный момент. Я когда-то давно писал разработчику, что я бы изменил. Какие сокровища. И вот в том числе я писал как раз таки об этом уроке, что его желательно изменить. Потому что есть множество сильных зверей за 4 маны. И ты вроде как бы хочешь... Очевидно, что ты хочешь играть в темп. Достать как бы это оружие на 3-й и на 4-й сразу же начать спамить. И вроде бы как бы сокровища, которые вообще никто никогда не играет и никому не нужно. Но возможно, им можно попробовать сейчас. Учитывая, что еще и блоки там подбираются. И как-то какое-то найти дополнение, где там куча классных зверей вместе с этим рогом. Может реально быть неплохо. Какой-то новый архетип родить. Оружие. Оружие Брана. Ой, фейтфул. 5 маны сейчас стало 4. Но изначально оно тоже было... А я вообще, по-моему, 3 маны изначально было, если я правильно помню. Ну да, по-моему, 3 было, потому сделали 4. Потом откатили на 5. Еще ухудшили. Вот теперь снова 4. Ну так, оружие ничем не примечательное. Его и тогда бы не нужно было. Вот то же самое, как с оружием охотника на демона. Не в нем была сила того Брана, не в оружии была сила охотника на демонов. Ну ладно, хорошо. Улучшили, улучшили. Фло Слейд Бран. 6 маны стал 5 маны. Значит, существо, которое тоже никто не играет. Боевые кличи Смертельный Хрип добавляют случайное сокровище в вашу руку. Ну, неплохое, на самом деле, неплохое сокровище, да. Правда, элемент трандома. Элемент трандома всегда в минус. Сокровище может быть суперполезное, а может супернеполезное. Да, абсолютно бесполезное. Поэтому, ну, кто же фиг его знает. Зачем это нужно, если есть хорошая пятерка, если есть вон Гецо, даже можно поиграть. И шестерка, 3-6, ничего так. Так, вряд ли кто-то будет играть данную теперь уже пятерку. Далее. Сокровище Охотника. Теперь шприц у нас 2 маны стоит. Ну, как будто бы какая-то темповая карта, но не, это просто несерьезная карта. До 4-х здоровья и 4-х атаки. Как бы это неплохое сокровище на первую игру, но сам Охотник не способен сейчас показать ничего прям дико быстрого на первые игры. Есть ребят, которые все же побыстрее. Либо ребят, которые могут отбить легко эту агрессию. Поэтому не уверен, что изменение шприца как-то на что-то повлияет. Вот это точно повлияет. Рено, значит, факел Рено. Раньше он, когда замешивался, усиливался на 2, теперь усиливается на 1. Это самое сильное сокровище у Рено. Теперь его ослабили. Я не думаю, что оно, кстати, станет бесполезным. Потому что, опять же, ну а что, шляпа у Рено отстой, оружие у Рено, ну так себе. Пятерка тоже непонятная, скажем честно. Фиг его знает. Может быть, и Лея когда-нибудь попробует. Да, это приведет к чему-то новому через Лея, но тоже непонятно. Я думаю, что факел как игрался, так и будет играться. Да, он будет слабее, но и ничего плохого в этом не вижу. Бриц. Существо Мага и Разбойника, если я не ошибаюсь. Да? Да, именно Мага и Разбойника. Когда вы разыгрываете заклинание, она призывает двух случайных существ. С той же ценой, которые при получении любого урона, они умирают. Неплохое, темповое, неплохое темповое сокровище, но я не могу сказать, что оно прямо мубовое. Ну, теперь убирают. Ну, ладно, убирают и убирают. Потому что три маны, конечно, дороговато для нее. Ты все же именно хочешь в каких-то там первых, может быть, играх. Ну, хотя ладно, не то, что в первых играх. Ну, может быть, может быть, правильно. Может быть, правильно. Не знаю. Не знаю. Я особо не играл. Когда играл, не видел прям запредельный потенциал. Да, полезные местами. Ну, местами чуть-чуть. Карл Зелос. С этого я начинаю уже угорать. Потому что раньше стоило 8 маны, теперь стоит 10 маны. Мне кажется, разработчик нынешний, он вообще не догоняет. Потому что когда-то давно он сделал дороже данное сокровище за 8, которое превращало всех мурлоков и вам полную руку мурлоков давало. Оно стоило 7, стало 8. И я угорал с этого всего, потому что у Финли просто тупо нет сокровищ, которые можно, по сути, играть нормальные. Нормальных сокровищ. И поэтому он брал всегда вот это. Теперь Финли берет Карла. Потому что ему, опять же, особо нечего играть. И вот он играет через вот эти божественные щиты, играет с Карлом. Сказать, что это какая-то прям мега сильная карта, да нет. Ну, блин, это 8 маны. Там за 8 маны уже можно столько всего сделать. Куча всевозможных ремувлов у ребят, которые играют в контроль. Да, если играешь агрессию, то ты уже за 8 маны захватишь что-то и убьешь. Но да, его постоянно играть, потому что нечего было другой играть. Его еще и нерфят, чтобы опять думал Финли. Чем же ему, что же ему вкладывать в свою колоду? Какое сокровище? Какое бесполезное сокровище понерфит следующим? Главный вопрос. Forge in the Light Стоило 6 маны, стало 7. Я вроде как бы сразу понял, что это за сокровище, но мега удивился. Перепроверил, оказалось, да, это оно. То есть, это сокровище Вандара, которое делает его паладином. Вопрос. Когда вы видели последний раз Вандар Паладина? Не, ну, наверное, теоретически он играется, да, через божественные щиты, через промоут. Ну, как бы, да, можно, но, блин, камон. В общем-то, сейчас все Вандары, они либо играют через гамбит роговские, да, всех на стол тяжелых существ доставят, либо играют через за альянс, то есть все нейтральные существа, ну, либо через жреца, который сейчас самый популярный. Ну, а, паладин, зачем паладина нерфить? Я не очень понимаю. Видимо, человек увидел, что какие-то есть проблемы с божественными щитами, и решил вот таким образом это понерфить. Ну, я не, я прям супер не согласен с этим, это глупость. Ну, и мы сразу же видим следующее, что и сокровище, делающее жрецом Вандара, тоже занерфлено, теперь стоит 5. Не сильно что-то поменяет, это сокровище нахрен не нужно. Очень часто, что оно просто лежит в руке, и ты пытаешься вообще придумать, когда тебе, наконец, его разыграть. Вот. Ну, да, как-то что-то повлияет. В какой-то момент, может быть, это там ослабит данного Вандара. Ну, несущественно, совсем несущественно. Раньше стоило 5, и было 4,6, теперь 4, и 4,5, то есть забав, улучшение. Это сокровище жреца. Дракон, драконы не играют, не думаю, что драконы будут играть, независимо, улучшат это сокровище или не улучшат. Не, ну, теоретически, можно поиграть жрецам просто с ним. Ну, то есть, не на драконов, но с этим персонажем. Но я не думаю, что это не имеет смысл. Просто как бы, даже удешевив на 2, обычно дракон дорогие. Ну, типа, если ты удивишь тройку на 2, и у тебя получится единица, это сильно. А если ты удешевишь девятку на 2, и станет семерка, ну, это так. Вот ты разыграл в темп четверку, а следующую карту он разыграть не может, да, условно, в девятку до семерки. Поэтому, не, не думаю, что какое-то изменение важное. Дропы от чего-то там. Инсентия. Непонятная штука. Нашел у жреца Ана. Непонятная, потому что, в общем-то, никто не играл ей. Не знаю, я, наверное, за все время пробовал раза два давным-давно. Достаточно бесполезная штука. Теперь это стоит. Триманная. Никого знает. Не, ну да, ладно, в самом начале, вот когда вот эти, значит, коррупты вышли, в принципе, он игрался даже чуть-чуть. Но, не, все равно ерунда. Ненужные карты, на коррупты никто не будет колоды составлять. Ну, в получстве ты две карты. И что с этого толку? Ничего толку. Ничего особо не меняет. Снова непонятные сокровища. Son of the Deep. Было две маны и 2,4, стала одна мана и 1,3. Пришлось поискать, но ладно. Это тоже у жреца. Кстати, достаточно интересные изменения. Реальные изменения интересные. Значит, существо, которое делает, что каждое третье ваше заклинание стоит ваше здоровье вместо маны. Практически невозможно подобрать под него какую-то колоду финальную. Ну, то есть, там, после, там, девяти, например, игр, да, что у вас будет хорошо под него колод складываться. Я не думаю. Но, вот, в первых играх вы можете просто там какую-то единицу положить. Можете обязательно положите нолик. И вот, вроде как бы, уже можно и какое-то дорогое заклинание вложить. А учитывая, что существуют всевозможные заклинания призыва за 8, там, за маны, да, например. Или забавы, тот же самый, за 7 маны. Ну, просто накинуть на него 4,7. Это достаточно неплохо. И, возможно, первые игры можно будет даже с ним выигрывать. Проблема в том, что дальше ты ничего не будешь с ним делать. Он дальше ничего не делает. Да и обилку непонятно какую. То есть, ну, фиг его знает. Может быть, в обычке я попробую, но так. Я вижу заинтересованность разработчика усилить все альтернативные сокровища для жреца. Но пока ни одно из них не выглядит лучше, чем Shadow World Void, который уже 2 раза мерфили. Был 3, он стал 5. Все равно он лучше всех. Далее. Значит, навигатор был 5 маны, стал 4 маны. Тоже непонятный, значит, персонаж непонятный. Но мы можем его найти у Элизы. Когда вы выбираете целью это существо, заклинанием, которое стоит 2 или больше, вы добавляете копию этого заклинания вам в руку. Ничего не поменяет изменение цены с 5 на 4. Ничего не поменяет это бесполезное сокровище. Оно остается бесполезным. Ставп оф Ренвалх было 10 маны, стало 8 маны. Но это воскрешение. Тоже мало чего полезного. Разумеется, если мы играем контроль, то 7 куда интереснее. Если мы играем раскопки, то 4 интереснее. Десятка не интересна нам совсем. Даже, кстати, вот этот вот, это мачете и то интереснее десятки. Имейте ввиду, так, по приоритету сокровища. Гриншелл. Зеленый панцирь. Раньше стоило 2 маны, стал 3 маны. А когда-то стоило единицу маны. Это сокровище разбойника, которое сейчас наиболее часто играется. Сапает весь стул. А фиг его знает. Что тут скажешь? Ну, да, неплохое вроде сокровище. Да, его можно достать. Вроде как бы оно не совсем честное. Но, с другой стороны, а что у Роги делать будет? Черт его знает. Ну, так. Особо комментировать даже не хочется. Гамбит. Еще одно изменение по Вандару. 7 маны. Было, стало 8 маны. Это тоже момент, который... По этому изменению я понимаю, что... Разработчик, тот, кто сейчас занимается балансом в дуэлях, он не понимает почти, что происходит в дуэлях. Потому что не важна цена этой карты. Она играется через нагу за 4. Вот играется нагу за 4, играется эта карта. Да, тогда сильно. Все остальное за 7 она будет или за 8. Это вообще не имеет особо большого значения. Ну, как будто бы имеет небольшое, но не критичное. Не знаю. Может быть, у нее как бы и не было целью... Ну, то есть, опять же, вот если мы говорим, что Вандар проблема, Вандар Рога, то мы говорим именно о комбинации. Четверка плюс вот эта вот карта, это сокровище. Если Вандар... Ну, и тогда нужно как-то менять по-другому. Чтобы там, может быть, четверка не синергировалась с этим. Ну, хрен его знает. Ну, как-то нужно вот это менять. Если мы говорим, что Вандар Рога не проблема, то зачем тогда его менять цену здесь? Непонятно. Непонятно-непонятно. Ну, ладно. Совсем чуть-чуть осталось. Ну, Вог Завойт. Семь маны было, стало шесть маны. Это сокровище. То, я думаю, не каждый его может вспомнить. Это сокровище шамана. Сокровище шамана было когда-то интересно, когда были... Часто можно было увидеть двойные заклинания. Когда, как бы, призывали существ в двойном размере. И тогда вот этот вот инвок Завойт, он игрался. Сейчас он не нужен. Потому что, ну, как-то у шамана так себе с аурами. Если он начинает играть в заклинания, то ему дают дурацкие заклинания природы какие-то. И ему, как бы, не в кайф. Я не знаю. Ну, опять же, не помейте изменения, которые никак не попадают в нынешнюю игру. Не актуальны. Grizzled Reinforcement. Было пять маны, стало четыре. Вот это... Стука. Интересно. Потому что персонаж Краули совершенно мертвый. Это самый худший, наверное, сейчас персонаж. И ему, как бы, очень важно что-то забафать. Ему бафают только одно сигнатурное сокровище, которое призывает дополнительную пушку. К сожалению, его все так же тяжело будет вытянуть из колоды. В мечте, в мечтах наших, как-то сразу кучу пушек достать. Да, там, может быть, через Брана сыграть, может быть, там, Брюмастером забирать. Блин, вот ради этого я бы сделал бы его даже еще дешевле. Я бы сделал его за три. Потому что он и так будет хреново играть. Я уверен. Уверен, он будет хреново все равно играть. Но направление вот этого изменения мне нравится. Но, опять же, мне кажется, чуть-чуть не дотянули. Коллекторс Ирия. Было пять маны, стало четыре. Это сокровище воина, которое когда-то стоило семь, если я не ошибаюсь. Точно стоило шесть. Ну, вот сейчас пять. Призывает механизм, пираты и драконы из вашей руки. Отстой. Бесполезный отстой. То есть вы берете те карты, которые у вас должны быть в руке, которые вы теряете. Вот он просто берет и выставляет на стол. Не, ну как будто бы первую игру вы можете выиграть за счет супер захода. Но что дальше-то будете делать? Дальше непонятно, что делать. Поэтому не, полный отстой, несерьезно. Ну и последнее изменение. Это брустера меняют. Петуха. Был семь маны, восемь, шесть. Стал шесть маны, семь, пять. Вот этот петух. Игрался чуть-чуть. Игрался у воина, у которого через брузинг способность. Но ее занерфили. Непонятно теперь, как вообще, что ей делать. Ну и, соответственно, и петух стал практически бесполезен. Я думаю, что если сейчас никак не вернется мета с натисками, а она, честно говоря, что-то я как-то забываю, что она вернется снова. А если она и вернется, то в любом случае там будет бран доминировать, а не воин. Да, ну нет, как-то так себе. Как-то так себе. По итогу, что я могу сказать? Действительно из интересного. Из интересного. Вот это повлияет. Панцирь. Повлияет. И все. И заткнули. Факел повлияет. Панцирь. Факел. Ну, может быть, Ирклук. Скорее всего, нет. Но может быть. Очевидно, топор. Очевидно, топор. То есть три действительно сокровища изменили. Положительные какие-то изменения. Ну, я, кстати, не знаю насчет панциря. Положительные или неположительные. Ну, ладно. Пускай будет. Действительно сильные сокровища. Можно его чуть-чуть подмехать. Все остальное, оно как бы улучшилось. Но оно не дотянули. Не дотянули. Можно было бы улучшать лучше. Из-за сил героя, конечно, очень жестком. Некоторые подняли даже. Вот просто раскопку существа. Это очень сильно стало. В два раза дешевле сделать. Это писец. Не говоря уж, конечно, о жреце. Жрец. Я прям первое, чем я буду играть. Вот. Вроде как бы вот этот фрост демэдж срезать здорово. Но в целом, опять же, мне кажется, что все еще не понимает балансер дуэльный, что есть что. Как-то не уверенно. Я все равно ставлю вот этому лайк, потому что огромное количество изменений, что здорово. Пускай их будет, чем больше, тем лучше. Все как-то чуть-чуть поменяется, где-то что-то всплывет и здорово. Хотя я не уверен, что много каких-то изменений случится по итогу на деле. Но все равно, пускай будет лучше. С каждым патчем будут вот такие вот списки. Рано или поздно это повлияет. Вот. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok